всем привет на канале готовим вкусно с вами я павел давно не выходили ролики я знаю ничего страшного сейчас я буду исправляться мы сегодня с вами будем готовить обалденно вкусного сочного кролика в духовке я уже снимал видео рецепты с кроликом можете посмотреть там по ссылочке где-то внизу будет в описании предыдущий ролик про кролятину кролик незаслуженно считается очень сухим сейчас вам покажу один из таких очень простых что в плане продуктов что в плане приготовления но да слегка длительный по времени рецепт но мясо будет сочным нежным и просто превосходным и так приступаем итак у нас есть вот такой домашний кролик домашнего от магазинного отличают вот такие вещи как потроха внутри я его уже разделил на две части чтобы не было его удобнее хранить его хранил в морозилке так потроха нам кстати все может пригодиться это все можно не выбрасывать начинаем разделывать кролика для начала отделим бедра такие самые вкусные мясные бедра у меня вот такой домашний хороший был кроль берем острый нож и отделяем вот такое замечательное бедрышко у нас получается одно второе нарезаем кролика сразу порционно вот у нас есть хребет по этому же рецепту можно приготовить и целого кролика разделяем на вот такие кусочки тут все зависит от вашего желания для чего вы готовите если какой-то праздничный стол можно приготовить и целого кролика у меня это все будет порционно подаваться с картошечкой поэтому нарезаем на такие небольшие не знаю сантиметра 3-4 фрагменты и так порционно нарезанные кусочки кролика необходимо отправить на водяную купель скажем так для того чтобы убрать излишки крови которые есть у нашего кролика также это домашний кролик у него нету никакого запаха но если у вас будет магазинный кролик его в обязательном порядке нужно будет вымочить около шести часов с раствором уксуса сыворотки не знаю кто-то в молоке делает я делаю это в воде берем какую-то емкость забрасываем кусочки кролика кстати потроха я тоже бросаю они отличнейшим образом приготовиться не вижу смысла их куда-то отправлять другое место вот так заливаем кролика холодной водой вот кролика оставляем воде примерно на 1 час в течение часа воду нужно два раза будет поменять вы сами увидите когда будут выходить из него там не знаю лимфа и кровь вода приобретет такой розоватый оттенок это будет означать что все хорошо вымокла и так для маринада понадобится 2 небольших луковицы 5 6 7 зубочков чеснока соль черный перец сухой розмарин пару сухих лавровых листов можно использовать свежий розмарин но его тяжело достать поэтому используем сухой лук нарезаем полукольцами так такими достаточно крупными мельчить особо не надо вот так вот эти полукольца мы вот так разламываем они должны быть на фрагменты разделены теперь очередь чеснока чеснок можно взять чеснокодавку ну в принципе мне сейчас лень будет не умыть берем давим вот так чеснок и рубим тоже на достаточно такие крупные фрагменты готовится все будет достаточно долго поэтому ароматы размешаются в любом случае вот так будет вполне достаточно чеснок даст сок что нам собственно и нужно теперь приступаем непосредственно приготовлению маринада и так для создания маринада нам понадобится огонь сковорода наливаем сковороду масло подсолнечное наливать его нужно достаточно много примерно чтобы на сковороде было ну пол сантиметра масла вот так я буду думаю будет достаточно можно еще чуть добавить вот так ждем пока масло разогреется так масло разогрелось первым забрасываем лук вот так нам нужно спасировать лук чтобы он стал мягким то есть не до полной готовности а буквально за не знаю 50 процентов на пути готовления в этот момент к луку можно добавить соль вот так размешиваем все хорошенечко так лук быстрее отдаст свой вкус и сок знаете очень важно что чеснок не бросается одновременно с луком потому что эфирное масло чесночного запаха вкуса они очень летучие и если мы его переготовим они все уйдут в воздух а готовому блюду не перейдет практически ничего поэтому вначале то что готовится тяжелее и имеет более тяжелое эфирное масло это у нас лук мы его пассируем лук стал мягким практически прозрачным самое время добавить чеснок быстренько это все вмешиваем сюда добавляем лавровый лист и очень предварительно вот так вот в руках ломая добавляем розмарин и чёрный перец размешиваем все хорошенечко и даем буквально прокипеть постоять две-три минутки уже сейчас просто обалденнейший запах от лука чеснока розмарина черного перца пробуждает очень сильно аппетит и так спустя несколько минут выключаем закрываем крышкой и даем остыть примерно 25-30 минут чтобы его можно было нормально брать руками воду я в течение часа поменял несколько раз вот уже последняя вода такая еле розовая я думаю этого будет вполне достаточно мы ее сливаем кусочки мяса мы сейчас возьмем вот такое бумажное полотенце нам нужно убрать излишки влаги кому интересно может взять просушить феном я считаю что это очень тяжело и в принципе лишняя вещь в нашем сложном деле вот так берем и убираем лишнюю влагу в принципе ничего страшного если вы так не сделаете хуже от этого не будет ну и скажешь что слишком хорошо тоже нет так закладываем назад наши кусочки мяса теперь спустя 20 минут наш маринад уже остыл делаем вот такую вот вещь забрасываем это все в миску обалденно просто пахнет все каждый кусочек мяса нужно хорошенечко обвалять теперь в нашем маринаде вот так отлично шаг номер два после того как мы замариновали кролика ну как замариновали каждый кусочек обваляли в маринаде его нужно переложить в рукав для запекания вот так остатки маринада также вываливаем пакет вместе с луком совсем вот так и сюда теперь выпускаем весь воздух оставляем процентов 10 свободного пространства и завязываем пакет теперь нашего кролика в маринаде отправляем в холодильник на 12 часов поэтому лучше всего это начинать делать с вечера 12-15 часов это самый оптимальный вариант для того чтобы мясо отлично промариновалось было ароматным сочным и вкусным и так прошло 12 часов утра начинаем готовить нашего кролика ну как утро уже не утро уже обед погнали в общем достаем кролика из холодильника ставим духовку на 200 градусов время 60 минут перекладываем это все аккуратненько в противень вот так так дырочек ничего нету и отправляем нагрев снизу нагрев сверху поскольку готовится все в рукаве и соответственно нету смысла ни с какой конвекции посрединке оставляем и встречаемся через час и так прошло 60 минут как мы поставили нашего кролика в духовку достаем воспользуйтесь прихватками чтобы не обжаться вот так опа есть видите как надуло теперь наша задача разрезать и не обжечься паром пар очень горячий поэтому соблюдайте все меры предосторожности ай видите какой у нас ароматный и аппетитный кролик получается вот так теперь что нам нужно сделать чтобы получить красивую и аппетитную корочку возьмем сливочное масло как на секундочку давайте сделаем вот так это сюда сливочное масло нам понадобится 45 кубиков вот так таких достаточно больших вот такого размера можем сюда стараемся вот так вот вложить прямо на кролика сюда теперь чтобы наше масло отлично сработало пропитала кролика нам нужно еще 10 минут для того чтобы образовалась аппетитнейшая корочка отправить его назад но уже при открытом рукаве ждем 10 минут и будем тестировать прошло 10 минут последнее самое время достать и посмотреть что у нас получилось посыпаем это все зеленью обалденнейший просто аромат розмарина укропа петрушки и теперь внимание вопрос а чем же все это подавать я это буду подавать с картошкой и небольшим количеством овощей итак кролик обалденная корочка цвет консистенция все отличнейшим образом про готовилась у меня просто полный рост слюны возьмем какой-нибудь небольшой кусочек ароматный просто я не знаю как описать этот аромат вкусный промаринованный обалденно вкусный кролик подписывайтесь на канал кстати и у меня вот такой вопрос мусульмане почему-то кролика тоже относят грязным животным мне интересно почему я вот не могу найти ответа на этот вопрос если вы знаете напишите его в комментариях а с вами был канал готовим вкусно с с вами я павел до скорых до скорых Субтитры сделал DimaTorzok